На самом деле это, конечно же, отрыжка 90-х годов, потому что именно те коррупционные отношения, которые привели, собственно, как я считаю, к этому преступлению, они характерны для абсолютно всех районов, всех областей нашей необъятной Родины. К сожалению, Красногорский и Одинцовский, я бы причислила сюда, этот район, а также несколько еще очень крутых районов Подмосковья, это районы с самой дорогой землей, и именно там происходят самые мощные махинации с землей, и не без помощи, я бы сказала, конечно же, глав администрации и тех людей, которые реально решают эти вопросы. В свое время, когда мы делали программу «Защита медленной» на Пятом канале, у меня был сюжет, я его отслеживала достаточно долго, то есть он мне пришел уже в финальной стадии. Но суть заключалась в том, что зам главы администрации Сергеева Посадского района, да, Сергеев Посад, где Лавра, находится, он выписал, перевел земли, которые были в сельхозназначении, в земли под строительство. И на этих землях, в общем-то, хозяин новый распилил их на маленькие участки, и там ни в чем не повинные люди, которые имели абсолютно все документы государственной регистрации, поставили свои дома. Это не коттеджи гигантские, это просто простые дома, это простые люди-дачники, это 50 километров от Москвы. И вот сейчас вдруг возникла тема, когда этот перевод земель был признан незаконным, и людям говорят, знаете, ребята, вы метайтесь и сносите свои дома. Что там будет? Возможно, там будет установлена маленькая плита, что здесь когда-то стоял дуб, под которого сидел Сергей Радонежский. Но у меня есть некоторые сомнения в том, что именно культурно-историческая привлекательность этого места и создание там музея такого под открытым небом, размером в десятки, сотни гектаров, именно это движет теми людьми, которые организовывали эту кампанию. В любом случае, я могу сказать, что перевод земель, в том числе, и вот эти вот махинации с землями, это очень частый эпизод. Я думаю, что в ситуации с Георгадзе это была аналогичная ситуация, и, скорее всего, он выстроил свой бизнес именно на теплых и дружеских отношениях. И вот эти партнерские отношения, когда российские чиновники становятся неофициальными, но деловыми партнерами, они имеют долю, при этом фактически ни за что не отвечая. Вот эта схема, она очень характерна сейчас для России, и, к сожалению, я думаю, что ситуация с Георгадзе, она может повторяться в тех или иных на районах по тем или иным поводам. Но самое главное, что я хотела бы подчеркнуть, это вот эта вот чудовищная связка между чиновниками, которые решают проблемы, и бизнесменами, которые, так сказать, приходят к ним для того, чтобы решать. Вот этот вот подкуп и вот это вот... Почему Георгадзе так, скажем так, так хладнокровно действовал? Я думаю, что он был доведен до состояния отчаяния, потому что его предыдущая биография не говорила о том, что он, так сказать, человек каких-то резких действий, скорее нет, он руководил большим бизнесом. Но он, в отличие от чиновников, он имел колоссальную ответственность, он взял кредиты, и по ним капали проценты. Он не мог начать, условно говоря, строительство, да, вот в Машайском районе, о котором шла, в частности, речь там очередного своего коттеджного поселка, предположим, я не знаю деталей. Но, тем не менее, он уже терпел колоссальные убытки. И я хотела бы подчеркнуть, что когда он пришел в кабинет Караулову и требовал с него сумму в 20 миллионов долларов, ну, невозможно прийти ко мне и требовать сумму в 20 миллионов долларов. Я никому не должна, и у меня ее просто нет. Но если такой разговор зашел, значит, между ними были какие-то серьезные отношения, за что, собственно, Караулов и человек, который по фамилии, по-моему, Кравченко, который возглавлял энергосети, это еще одна очень серьезная линия, так сказать, коррупционная в Московской области, потому что провести газ, провести электричество на тот или иной участок, это огромные деньги, при том, что все это делается в обход. И я говорю и о выделении земли, и сегодня поднимается вопрос, а можно ли было решить этот вопрос в рамках правового поля. И он, кстати, Георгадзе выиграл арбитражный суд, мы знаем, что есть решение суда, тем не менее, в общем-то, каким-то образом, по всей видимости, у них назревал конфликт, и он пришел к Караулову, чтобы по всей видимости, поначалу решить этот конфликт вербальными способами. Именно поэтому он потом позвонил своему водителю и попросил принести сумку с оружием. Я не знаю, был ли в курсе, был ли аффилирован в эту ситуацию водитель, наверное, был, наверное, знал, что он несет не пирожные в кабинет. Ну, это просто оружие, оно весит, так сказать, чуть больше, чем папка с документами, и оно имеет какой-то определенный вес и объем. Поэтому я думаю, что то, что он сдался, он просто опасался за свою жизнь. Я надеюсь, что он даст сейчас какие-то показания, которые, наверное, помогут следствию, в том числе, и выйти на след Георгадзе, потому что в состоянии аффекта, человек находится в состоянии аффекта, он может наделать еще много беды. И я боюсь, что могут быть еще безвинные жертвы, коих уже две, помимо людей, которые были непосредственно, в общем-то, инклюзированы в эту ситуацию. Продолжение следует...